Межсезонье 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 Семья — это главное, что есть в его жизни. Да и показательны эмоции диагонального после победного для него суперфинала в Берлине, когда он сразу же побежал к своей семье. В прошлом году мы победили, поэтому это было очень хорошо, очень важно, чтобы победить в Зенит. В прошлом году мы играем как команда, и мы победим. Мы очень рады, чтобы победить эту Чемпионов Лигу. Всего же за три года в Чевитанове Цветан собрал полный комплект медалей Лиги Чемпионов. Бронза в Риме, серебро в том самом легендарном казанском финале с невероятной развязкой, где сам Соколов был признан лучшим диагональным, а также золото в Берлине в мае этого года. А вот выиграть клубный Чемпионат мира в четвертый раз ему пока не удалось. Чевитанова дважды уступала в финале. Сначала казанскому Зениту, а последний розыгрыш остался за Трентину. Зато в Италии болгарин вновь дважды выиграл чемпионат и Кубок страны. Цветан уже около 10 лет выступает за сборную Болгарии, и его лучшим достижением является бронзовая медаль чемпионата Европы ровно 10 лет назад, а в 2012 в составе сборной Цветан принимал участие в Олимпийских играх в Лондоне. Заявлен Соколов и на нынешнюю волейбольную лигу наций, но он пропустил первые два этапа, восстанавливаясь после непростого, но очень успешного сезона. В том числе и игры за сборную не всегда позволяли Цветану показывать свой максимальный уровень из-за отсутствия полноценного отдыха и частых травм. Но когда Цветан в порядке, мы знаем, как классно он может сыграть, буквально не замечая блок соперника, благодаря своей физической мощи и твердого характера. Это был ответ Соколова о переходе в Казанский Зенит сразу же после финала в Берлине. А вот теперь мы можем объявить это официально. Мы очень рады приветствовать Цветана Соколова в составе Казанского Зенита. И надеемся, что диагональный избежит травм, покажет свою лучшую игру и поможет команде завоевать новые трофеи. Добро пожаловать в Казань!